Здравствуйте, мои дорогие! У нас сегодня пятница. Слушайте, я только что видео поставила, да, вот, про снег, что это, вот. Вообще, я хочу вам рассказать, постараюсь вкратце, полную картину, как, вот, всё, что осталось за кадром. Значит, вчера Дженнифер, вот, третий раз за эту неделю полуторачасовая тренировка. Обычно у неё два раза в неделю, а тут вот ещё экстренно. Вот, и, значит, обещали шторм, ну, снегопад, и я терпеть не могу, вот, водить, когда вот такие вот погоды, вот эта вот грязь, и вот всё. В общем, мне это сложно. И вчера после школы, а у Даниила вчера должна была быть игра по футболу. То есть Стив не мог Дженнифер отвезти, должен был, Стив должен был везти Даниила на футбол, на игру. А я, в общем, переживала, всё такая переживательная, думаю, как же я повезу Дженнифер. В общем, говорю, как-нибудь повезу, бывало и похуже. В общем, тот раз, значит, прислали Стиву имейл, что отменили игру вот из-за снегопада. То есть Даниила игра отменена. Я такая, Даниил, я, конечно, не рада, что отменили игру, но рада в том плане, что папа отвезёт теперь Дженнифер, а я буду просто, вот он будет водителем, а я буду просто сидеть и улыбаться. Вот, так мы вдвоём, значит, отвезли её, вот она тренировалась, я сняла видео. Тут получаю смс-ку, что школу вот на сегодня отменили из-за снегопада, из-за того, что вот водителя автобусов, ну, сложно будет с этим вот, с дорогами. Я тут же зову Стива, говорю, слушай, Стив, потому что полтора часа я там наблюдала, как она тренируется, а он ходил, именно ходил, так тренировался, знаете, вот такая спортивная ходьба вокруг, в общем, там по всему этому спортивному комплексу. Я его зову, говорю, Стив, завтра отменили школу. Он такой, о, тогда я, значит, забью, сейчас дай мне телефон, позвоню Данилу и скажу, что вот сегодня школы не будет, чтобы он созвал своих друзей. И он забил, значит, запланировал букт, здесь нужно звонить заранее и вот делать как букт целый зал. Вот у нас в этом спортивном комплексе, в соседней этой деревне, там, где каток, и там же есть зал баскетбольный. И люди звонят, и, в общем, когда там 5 долларов стоит с человека, и вот, например, там он в час, наверное, и он предлагает, вот, чтобы Данил всех своих друзей собрал, Стив платит, вот, знаете что, вот денежки, они тоже изумительные, их можно пустить и, значит, и на спорт, и вот на организацию детей, в таком плане, что им это радость. Таким образом, у Стива сразу идея, это его именно идея. О, он, ну, он любит вот эти вот, вот, баскетбол, и мне-то нравится, что и Артур, вот, ему очень вот понравился, в конце концов, вот, определился, больше всего он любит баскетбол. Стив не больше всего любит баскетбол, он любит и футбол, и бейсбол. Но вот, когда зима, он часто, вот, как только Данил родился, и стал, значит, вот, как только Данил стал ходить, там, 2-3 года, и вот появились у него друзья и в школе, и в классе, и, то есть, Стив запланировал, забил вот это время, деньги его, с его кармана. И сегодня утром я просто поразилась, думаю, кто это на улице расчищает, думаю, чей-то ребёнок вообще, смотрю, это мой Данил. То есть, он сам встал, сам пошёл вот через боковое, через бильярдную, сам взял лопату и стал всё это вот расчищать. Я такая, бегом к камеру, знаете, я такая, слава Господу, воздаю, вот, что это как плоды, что он подумал, во-первых, он с радостью, он заранее, получается, продумал, что нужно пораньше встать и расчистить, вот, там, помочь отцу расчистить снег. Он первый, причём, стал, вот, сам стал расчищать, и что нужно за другом съездить. Тут и Дженнифер, значит, выходит моя звезда, у неё ногти вот такие, она тоже собралась ехать, вот, на баскетбол, вот, с такими ногтями вышла моя звезда, вот, они сейчас уехали. Так вот, у нас тут идёт снег, а мои игроки, вот, значит, на баскетбольном корте, а я вот вам описала такую вот общую картину, bigger picture на вот эти вот, на несколько, вот, на вчерашнюю фигурку, и вот на сегодняшнюю, что Даниил расчищал снегом. И в прошлом году мы купили такую машинку, вернее, Стив купил, снегоочиститель, вот, он идёт, ведёт его, как такая вот большая, значит, он толкает её, и там снег расчищается, и вот оно вбок, сыпется тот снег в сторону. Раньше, вот, 12 лет, всё, я расчищала руками, и даже беременная, и вот, Артура, моего любимого, стягивалась в кровать и просила, помоги нам, позови своих друзей, и вот, бывало, бывало, так засыпало, что полмашины не видно, я ставила эти вот фотографии, что они, они пацаны здоровые, ну, я имею в виду физически очень большие, вот, им это легко было, но зачастую, там, если и Артур был в школе, и Стив был в школе, то есть я расчищала потихоньку, мне уходило, допустим, 3-4 часа с лопатой, вот, ну, я только DriveWave, вот там, где эти вот машины могла расчистить, и... Ну, вообще, знаете, что за всё, слава Богу, вот, и за лопатой, и за всё, и за физическую силу, и, и вообще, удивительно, Стив, в принципе, мне не разрешал, вот, ну, беременно, представляете, а не Мичка, а не Мичка, а кто бы это делал, я ещё и Артура ещё и возила в школу, ну, да, потому что он у меня экстремал, он пешком не хотел ходить, он поэтому в снегу хотел на велосипеде, вообще, вы представляете, вот такой вот, ну, это опасно было, ну, ну, пацан, ну, мальчишка, вот, и мальчишки тоже разные, ещё в зависимости, кто воспитывал, какая генетика, какие вокруг дяди, тёти, знаете, кто, что вот вливал в уши этим детям, вот, так я смотрю про плод, про свой, ведь это, получается, как коллективная работа, именно коллективная, вот, наши дети, я имею в виду Даниил и Дженнифер, естественно, в первую очередь это наша работа, вот, моя и Стива, и под благословением Господа, и тут же, что, как и дяди, тёти влияли, то есть они не были ответственны, мы своих детей, вот, мы всё время находились рядом, или я, или Стив, то есть мы не спихивали, у нас вообще нету такого, чтобы спихнуть, вот, и у Стива натура такая оказалась, и у меня такая натура, вот, почему я так вот, знаете, ещё так эмоционально, даже не то, что там пережить не могу, а вот взрываюсь в таком плане, у меня дети не кресты, это моя радость, я всегда несла ответственность, если никто не хотел, помните, как сказка про курочку, кто будет зёрнышко, значит, молотить, только не я, только не я, папы такие, только не я, только не я, я же их, я просила, вот, смотрите, здесь именно, вот, кто мне, чья любимая фраза, ничего не просить у сильных мира сего, и она была моя фраза, тоже любимая, из мастера Маргариты, Артура, родного отца, так самое интересное, и я просто спокойно поговорила с ними, говорю, ну, с сыном же разводиться нельзя, это же твой ребёнок, хотя я даже не знала, я тогда врала, я говорила, что это дочка, но я говорила, что это вот его ребёнок, и всё, Маргарита, да, я подкалывала, да, это вот, это было ужасно в таком плане, ну, а что девочка, что девочка, что бы изменилось, и вообще я бы, вот, интересно было бы понаблюдать, если вот я, когда умру, и вот, если можно, задать вопрос Господу, а вот как бы сложилась моя судьба, вот, если бы я ту Маргариту, помните, вот, в роддоме, представляете, с моей температурой, с этим всем же, у меня там, сколько раз с того света, вот, Господь возвращал, и там ту кровь не ту влили, то ещё что-то, в общем, какие чудеса происходили в том роддоме, и я всё равно в том полубреду, именно полубреду, потому что я больна, у меня температура была жутко, и вот та женщина, которая прямо рядом со мной родила эту девочку, и убежала, и бросила её, вот, и до сих пор вот сердце у меня, что, а что бы было, вот, ну, как-то вот я побоялась, трусила взять, взять ещё и девочку, а вот интересно бы посмотреть, а как бы сложилась моя судьба, вот, как в той книжке, знаете, пойдёте направо, пойдёте налево, вот, как я оставила из вот этих серий, что выбери сам свою, построи сам себе свою книгу, свою вот судьбу, вот, и мне было бы очень-очень интересно, как бы сложилась вот моя судьба, если я чуть-чуть по-другому, вот, вот, если бы забрала эту девочку, и вот оставалась на Осипова, и вот занималась именно своими детьми, именно потому, что когда, знаете, я, у меня менталитет ушёл, вернее, когда меня бросали, вот, открывались мои какие-то вообще непонятные, вот, Господь показывал мне свои пути, вот именно и берёг меня, и показывал какие-то пути вообще, которые просто не вкладывались в человеческие этих вот измерения, вот в таком плане, вот это я имею в виду, и мне было бы очень интересно, вот, просмотреть вот такой вариант.